Недавно почти 100 предприятий Хэль Лунзиана приняли участие в 18-й китайской международной выставке-ярмарке «Индустрия и культуры». Более 200 продуктов были представлены на выставке. Эта художественная работа называется «Девочка-ретенец». Мы видим две кардины, одну большую и одну маленькую. Вы видите разницу? Это большая кардинная работа, выполненная в технике маньчжурской вышивки, а это маленькая ее фотоверсия. Если говорить о разнице между ними, то цвет работы маньчжурской вышивки ярче, а изображение более трехмерное. Так что работы маньчжурской вышивки также называются кардинными мастерами фу-вышивки. Маньчжурская вышивка является национальным, нематериальным культурным наследием. На выставке «Индустрия и культуры» особой популярностью пользовались работы Суньен Ли, наследницы национального нематериального культурного наследия техники маньчжурской вышивки «Поха-Моха». На выставке «Индустрия и культуры» мы достигли больших успехов. Многие любители вышивки и коррекционеры приобрели наши работы. Город Суньву известен как родина китайского льна. Одежда из льна Суньву впитывает в раку, пропускает воздух и рассеивает тепло. Она также пользуется большим спросом на выставке. Цвет шарфа в моей руке очень яркий. Он обладает эффектом тепло, зимой и прохладно рядом, а также обладает антибактериальным и воздухопроницаемым эффектом. Много заинтересованных посетителей или тех, кто не знает льна, пришли узнать о нем. Мы будем укреплять сотрудничество с ними в будущем. В этом году на выставке «Дима Павриона Хилунзяна. Креативный дизайн. Активация будущего. Дима Харбина. Создание столицы дизайна и творчества. Столичество знаменитого города Леда Снега». Тематика паврионов подсказывает связи с цифровыми технологиями и иммерсивным опытом. В паврионах демонстрируются гуляторные и научно-технические инновационные продукты с уникальными региональными характеристиками. Этот гуманоидный робот особенно привлекатель. В нем используется визуальный контроль и управление суставами человека по форме пространственных координат, помогающих осуществлять мобильное управление. Роботы могут быть использованы в опасных образцах, таких как короноспасательные работы и других. Мы приняли участие выставки, чтобы использовать ее как платформу для продвижения и распространения наших продуктов.